Партнер турнира – компания Western Digital. Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Новости на Киберарене ТВ, которую я вот сейчас пишу каждый день по матчам. Обновляю, добавлю после вот этой игры вот несколько видео, которые уже появились. Плюс статистику нескольких матчей, чтобы вы могли сами ее рассмотреть. И у нас Spray and Prey атакуют. Мим защищаются пять улиц у Spray and Prey. Ну и смотрим за продолжение. Spray and Prey, конечно, только что показали настоящее мастерство. Они обыграли Na'Vi на Inferno, но уже другая карта. Вот посмотрим, как у них дела с нюком. Мим сегодня проигрывали очень жестко в юг УССР. И какой отстрел от Мим на улице. Ну все, остался один хаос. И я думаю, это 1-0 в пользу МВМ. ДОСЯ ставит точку в этом раунде. Первый идет раунд сейчас к Мимам в этом матче. Ну вот теперь намного лучше для них начинается нюк, чем это было вот против команды УССР. Они себе подняли настроение в матче против Iron Will. И вот сейчас, я думаю, очень серьезно отнесутся к игре против команды Spray and Prey. Они там долго решали сервак. Я подходил к Ангелу, хотел вот, чтобы он пришел на интервью. Там долго решался сервер. Ну и, друзья, вот честно, игра у Na'Vi была выиграна под сумасшедший рев Вилата, который в зале там комментирует Доту. И во всей этой атмосфере там зрители смотрят Доту. Команда Spray and Prey играла на сцене против команды Na'Vi. Это вообще жесть. Не забывайте, наше средство связи это чат в группе Steam, Киберарена ТВ. И Мирка с Аберарена ТВ, к сожалению, оттуда вылетел. У меня просто вот взорвался мой квип. Повис от большого количества сообщений. Я именно с него сижу в Мирке. Ну и, кроме того, и Ваське. 2-0. В пользу МВМ сейчас. И, думаю, еще, скорее всего, один Эко могут сыграть Spray and Prey. Давайте смотреть, что решает Ангел. Нет, это бай. Есть первый респаун у Кучера. Кстати, лучшего игрока против команды Na'Vi. Он вообще сделал отличный вообще. Вообще большой объем работы. Очень много фрагов. Ну и вы видели, чем все закончилось для Na'Vi. Первое поражение в Intel Challenge. Ну и Spray and Prey продолжает вытягивать себя из страшной ситуации. Это аркада Аплант. Смотрите, выходит на Адосе. Не был готов получать от Ангела. Вообще Ангел, по-моему, как в старые добрые времена попадает. Крафтик минус 2. Эдик залетает. Дверь бомба стоит. Эдика уже ждут. И дожимает Тарас. Крафтик хек на передний. Но я думаю, все. Сейчас вся команда Spray and Prey придет загонять хека в девятки. У него 78 хп. И я могу сказать, что поломали, поломали сейчас в ответ Spray and Prey экономику Мумам. И берут, по-моему, первый раунд. И делают что-то 2-1. Но и, наверное, мимы будут сливать. Серьезное противостояние России против Украины. Мим только что обыграли Iron Will, когда мы комментировали Spray and Prey. Которые обыграли Na'Vi. Такой мини-чемпионат у нас СНГшки сегодня. Но еще датчане вечером включатся в борьбу. Они будут играть сначала с Мим в 11. Мы посмотрим этот матч. И второй матч должен меня перехватить. Каспер в полночь по Киеву, в час по Москве. Начнется игра с участием TCM против Spray and Prey. Да, сегодня ключевые матчи для команды Spray and Prey. Вообще очень много жестких игр. Ну и завтра я еще прокомментирую игру вот Iron Will Mim, которую мы сегодня не посмотрели. Ну и, возможно, TCM Spray and Prey. Я думаю, с этой игрой все будет в порядке. Ну что, поехали. У нас третий и четвертый раунд в этой игре. Первый раунд вот только что взяли Spray and Prey. До этого я показывал вам статистику, друзья. Опять же, добавлю я всю новость на Киберарену ТВ после этого матча. Просто я даже не успеваю между матчами еще везде отписаться. В нашем Твиттере, в группе, в Стиме и в новостях. Ну, я думаю, сейчас объем информации вы можете найти с любого источника нашего Киберареновского. Поэтому все нормально. Так, смотрим. Минус Дося. Валевая закупка от Мумов. Сейчас очень важный раунд по экономике для обеих команд. Мимо будет следующий сливать, если сейчас дадут. И вообще в начале матча им будет не в тему проигрывать такой раунд. Эдик в ангаре. Фокс на планте. Хек помогает на улице. Кучер минус. Эдик. Хека сейчас застреляют. Минус от Крафтика. Посмотрите. По-моему, поймали свою игру сейчас Spray and Prey. Вот очень хорошо стреляют. Очень люто играют. Играют. Вот сейчас пятером сеналани из арены. Сидят на сцене. Там вот игроки и фанаты смотрят Доту. И одновременно Counter-Strike с экраном Spray and Prey. Там, конечно, сегодня у нас жара. Хотя, слышу, Вилат вроде перестал там комментировать. Видимо, Дота закончилась. Сейчас спокойно Spray and Prey будут играть против МВМ. Минус от Кучера. И спокойно, очень легко. Обще сыграли этот раунд Spray and Prey. Берут второй. И эко. Эко у мим. Так, вот я немножечко поломал сейчас наш любимый титр. Ну, ничего. Вот на секунду я возвращаю. Возвращается Вилат, как Дота Вилат. Отлично говорит. Он не рад, что она закончилась. Совру я для дотеров. 2-2. 0-2 у Ромы. Смотрим за эко. Фокс на B. Рядом с ним сейчас Рома играет. Хек и Доси на точке A. Эдик перед длиной далеко прячется. Это я вам показал. У Spray and Prey 2 улицы. Крафтик на скале. Ангел смотрит B с двери. Хаос ему помогает. Смотрит будку, наверное. Где у нас хаос? Сейчас глянем. Да. Хаос чекает будку. Ну, очень четкое расположение на нуле. Улица. За ангаром Хек. 2 хае. Второе не попало сейчас. Не попало хае в будку. Ну, и продолжаем смотреть за игрой. Рома. Рома один на B. Нет, все-таки ушел от него Фокс. Вернулся на Аплент. И Spray and Prey будет выходить дверь. Там Фокс очень близко. Доси два брата будут принимать со спами. Оба. Оба брата. Нет, вот один погиб. Брат Фокс все-таки дал один минус. Но его снимает хаос. Минус Рома. И остался Эдик. Минус Эдик. 3-2. Уже Spray and Prey впереди. Да. Вот эти парни, по-моему, решили покорить Counter-Strike. Мир Counter-Strike в этом году. Вообще, будут ли такие возможности. Это вот только в середине года надо им пройти квалификацию. Побороться за выход в Intel Challenge следующего сезона. Ну, конечно, могут посетить там различные турниры. Будут бороться за ВЦГ вместе с нами. За квоту. Ну, непонятно. Непонятно, что... Вот где могут выступить Spray and Prey. Конечно, если у них не будет какой-то должной поддержки денежной, они много покататься не смогут. Ну, а парни достойны. Парни... Может быть, какая-то организация их возьмет. Увидим. Они сегодня показали, что они могут играть наравне с любой командой. И вот сейчас, если выиграют мим, то и подтвердят свои слова в матче против Na'Vi. Что, готовят, по-моему, выход? Ну, давайте глянем. Ну, пока что прошивают. Даже не готовят выход. Вот игрок с Плантом прошивает скалу. Кучер тоже прошивает рядом с ним. Занимают ноль. С Плантом принимают точку МВМ. Ромы на Б. Кстати, вот не знаю, какую предыдущую карту играли против Iron Will. Игроки команды. Но напишите, пожалуйста, в чат-группе, какую карту играли мим против Iron Will. Доси делает минус. Минус Кучер. Минус от Spray and Prey. Минус от Крафтика. Хаос. Два хэдшота ставит. Рома. Два минуса делает. И посмотрите. Эдик и Рома два на два. Ну, бомба. Бомба на точке. Это Мертвый Ангел. Прыгнуло ХЛТВ. Вот в очередной раз. Трудно разобраться. Шара. Шара в будке. В дым. Хэдшот Эдику ставит. И просто дожимает он Рому. Минус два. Четыре два. В пользу Spray and Prey. По-моему, сейчас может быть еще один Эко у Мим. Тут в атаке их очень начинают жестко пушить. Детрейн был. Спасибо, друзья. Был Детрейн. Мим сегодня проигрывали Денюк. И, значит, у них с этой картой есть какие-то проблемы. Все-таки в Intel Challenge карта не забывайте не по турам. А карты играют... Точнее, не черкаются, а играются по турам. Может быть, конечно, будет меняться как-нибудь с следующего сезона, но... Увидим дальше. Ангел минусует Досю. Ангел минусует Досю. И Spray and Prey проходит по улице. Ангел минус Рома. Потому что там у Мим не получается вообще Нюк. Понятно, сейчас Эко. Но вот будем смотреть за оружейными. Но все равно могу сказать, что не получается Нюк у Мим. И, возможно, эта карта будет черкаться на чемпионате мира. И, возможно, именно она не готовится Мим Маме. Может быть. Может быть. Хотя до этого команда неплохо играла Денюк. И показывала отличные результаты. Тафа, что с Най, почему не жестят они? А что жестят? Все время джигать не получается. И остальные команды тоже подтягиваются. И выходят на уровень. Най показали, как нужно играть. Все остальные быстро подтянулись. 5-2. В пользу Spray and Prey. Да и просто Spray and Prey. Они очень хорошо друг друга знают. Парни. Вот здесь Хаус, Кучер, Крафтик и Ангел. Которые вместе с остальными игроками Na'Vi играли на протяжении последних 7 лет. Минимум. Как в разных командах. Вместе. Знают прекрасно друг друга. Игру. Сильные, слабые стороны. Понятное дело. Они сейчас великолепно должны знать, как играют Na'Vi на всех картах. Ну, а у Na'Vi только началась подготовка к чемпионату мира. И вот в эти ближайшие 20 дней, с 10-го вообще числа, они даже будут тренироваться, команда будет готовиться к чемпионату мира. Поэтому фанатам Na'Vi не переживайте. Переживать будем с 1-го по 5-го марта на чемпионате мира. Дося делает минус. Выход на. Дося в будке. Дося. Даже не в будке. Где-то он над будкой. Минус 2 дал. Шара его разменивает. И смотрим 3 на 3 ситуация. Ангел. Хаос в будке. Роман. Ой-ой-ой. Хаос прошивают. Не знаю откуда. Рома. Эдик на улице ВП. Хек попередний прошел уже. Посмотрите. А на планте есть игрок. Убирает. Умирает хаос. Шара делает минус. Эдик. И 2 в 2 ситуация. Вот опасен Рома. Он делает минус. Ангел. Минус шара. И раунд берется. Команда Мим 5-3. Борьба однозначно будет лютая, жаркая и бескомпромиссная в этой игре. Ну и еще одну игру мы с участием Мим посмотрим с вами чуть-чуть попозже. Это будет буквально через полчаса. Минут через 40. Мим против TCM Gaming будут сражаться. Все будет круто. Тафы говорят, что у Карна это последний ИМ будет. Так это или нет? А кто это говорит? Дайте ссылку. Я пока что не слышал. Ну, что-то мне подсказали там поправить титр. Сейчас. Сейчас добавим Spray and Prey. Возможно вообще это название будет уже меняться в ближайшее время. Но пока остается такое. Будем им пользоваться. Выход на план быстро. Ой-ой-ой-ой. Улица. Минус 2. Хек. Фокс отвечает. Не упускают на точку никого. Шара не заходит. Хаус делает минус. И сейчас будет минус от Шара. Минус от Ромы. Он 1-2. И знают, где он находится. Жмет улицу. Там еле выживает Шара. 4 хп. Ангел. 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 Рома минус 2. Как так вообще произошло? Просто провал от Spray and Prey. Великолепная игра от Ромы. 5-4. Как кряво, криво. Ну, как-то безбожно зажал только что Ангел. Но я думаю, он сам об этом прекрасно понимает. Но Рома-то как раз дал. И Хае успел дать на улицу. И Ангела принят. Просто жесть. Таффа приедет к гадачу МИАТ МИРа. С 1 по 5 марта. Буквально за пару дней перед Асусом. Вот МИМ приедут вроде бы на Асус. А НАВИ будут шифровать. НАВИ решили захалдиться перед первой защитой титула своего. Ну, понятное дело, будет очень серьезный турнир. Особенно после ЕМа украинского. Минус от Эдика, кстати, заметьте. Поджал он очень хорошо с Б. Снял Ангела, который обычно 1 на 0 играет. Сейчас туда крафтик подтянулся. Я вам сейчас его покажу. Нет. На улицу ушел. По скале. Боится его заходить на 0. И, видимо, это вот будет 3 улицы как-то пробиваться. Хаос, Шара и Кучер. Не позволяет просто им ситуация возвращаться и выбивать ноль. Ну, можно было попробовать. Но решили по-простому сыграть. Здесь хорошие позиции для защиты у МИМ. Вот задние еще и справа есть игроки. Смотрите. Вот. Минус от Фокса. А, задний этот только что упал. Рома на улице. Вот если Рому не снимут, то будет борода. Минус от Эдика. Минус от Хаоса. Минус от Рома. В спина заходит Рома. Ну. Минус от Кучера. Там двое сразу его принимали. И остался Хек 1-2. Ну что. Повторит ли Хек? Дробаш у Хека был. Откуда такой девайс? Боже мой. Берет Кольт. Наверное, ошибся при закупке на РСП. Прошивает будку. И Тарас Крафтик очень легко справляется в этом матче с игроком Минус. 6-4 в пользу Спрейн Прэй в атаке. Они продолжают выигрывать в этом матче. Очень важные сейчас пошли вообще все игры в Intel Challenge. Битва за топ-6. Все команды хотят попасть в топ-6. Но это не так уж просто. Тафа, привет тебе. Тафа, скажи, сколько команда Минус уже существует? Ну. Вообще команда Минус или нынешний российский состав? Он недолго существует. Там 2-3 месяца, по-моему, от силы. 4 максимум. Интересный вопрос. Кто самый сильный из игроков? Друзья, Counter-Strike это все-таки команда не игроков. Это командная игра. Здесь нельзя говорить самый сильный. Здесь есть самые сильные команды. Огроки могут быть хорошие. Могут быть не очень. Но команда она одна. И команда одна тащит. Поэтому тут не разделяется вообще ничья роль. Минус от Шары. Сейчас Эко умим. Я думаю, здесь должны спокойно справиться. Spray and Prey. Хотя они любят фейлить. Это любовь у них осталась. Минус от Тараса. Вот они пытаются не отдать Валыну сейчас на улицу. Но, по-моему, сейчас Кеха ее подберет. Нет, не дают. Крафтик. Три хедшота. Ангел. Минус. 7-4 в пользу Spray and Prey. Да, они решили, по-моему, сегодня всех отпотрошить. Ну, продолжаем смотреть за игрой. Кто лучше АВП сейчас? Я не знаю. Кучер лучше пишут. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Я не знаю. Таф от ИЗКУ. Я был за Нави. Поэтому, понятное дело, моя ставка не прошла. Но, как бы, еще весь чемпионат впереди. Посмотрим. Так, мим. Мим собираются что-то интересное. Двое на переднюю. Фокс на план. Падает спиной. Хеку прикрывает. До С1 на Б. И Spray and Prey снова играет Fast. Улица. Там Рома принимает улицу. Здесь Эдик ему хелкует. Равный размен. Сейчас будет хаос. Уже выходит дверь. Сейчас Хеку может не поздоровиться. Да, минус от хаоса. Очень быстро играют сейчас Spray and Prey. Иногда немного такие олдовские тактики. Но они так вот в нужный момент происходят. Как это 3 плюс 2. Вот 3 улица быстро. Там дверь, будка. Там кто-то раскидает Б. И оно все так классно получается, что я вообще в шоке. 8.4 в пользу Spray and Prey. Вот скорость. Скорость. Вот то, что сейчас в современном Counter-Strike важнее всего. И она очень успешная. Да, друзья. Я вернулся. Эк-раунд заканчивается быстренько. Команды Mims. Spray and Prey. Сегодня каких-то полезняшек вкусных скушали. Вы посмотрите, как у них летит стрельба. Как они сдают. Как этот ангел стреляет. Таффа, ты пропал. Нет, 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 друзья. Все хорошо. Таффа, какие тебе больше всего игроки нравятся? Мне нравятся игроки по типу Капитаны, знаете, Карн. Которые делают невидимую большую работу внутри команды. Которые, да, не делают там суперфраги, суперкетшоты. Но они намного полезнее команды, чем любой топфрагер. Минус от ангела. 4 на 4 ситуация сейчас. Хек 1 на Б. Проживают, прошивают. Вот занимаются прострелами активно Spray and Prey. 7 КП у ангела. Ну и давайте смотреть дальше. Зевс Б с АВП после сегодняшней игры пишут. Да, это было ха-ха. Но, что, Даня хорошо стреляет с любого оружия. Вообще любой игрок, я думаю, может стрелять с АВП. Но кто-то уделяет больше внимания. Это уже от команды зависит, что она говорит делать своему тиммейту. Ну что, после размена. Вот хорошая позиция у Ромы. Он сейчас контролит выход Б. Я думаю, что его как-то будут выкуривать. Хорошо стоит Эдик на улице. Вот Рома, наверное, самый важный. И его размен. Да, снимают битого шару. И воюют. Воюют. Минус 2. Минус кучер. И остается в будке. Кто-то выходит к нему спиной. Жмет. Как классно играет Рома. И как провально играют Spray and Prey в этой будке. Ангел 1. 7 КП. И минус от Ромы. Так, мне тут какие-то страшные вопросы задают. Правда, что игра идет по настроению игрока или отвезения. Конечно, что вот. Кроме того, что мы видим на ХЛТВ. Как у него там настроено все. Какой у него компьютер. Это как в любом виде спорта. Важно, что он покушал утром. Кто ему подиспортил настроение. Либо наоборот поднял мораль по ходу дня. Очень много факторов в Counter-Strike, которые незаметны. К простому Оку. И иногда просто игрок играет плохо. Все его ругают. Комментаторы. Я, наверное, в частности. Но у него там, может быть, что-то случилось. Или не знаю. У него там рука болит. Вот так. Вот простые примеры. Эдик минус СВП. Вот сейчас пытаются закончить хорошо. Не то, что хорошо. Хотя бы 9-6 мимо эту половину. Смотрим минус еще СВП от Эдика. Крафтик делает минус на улице. Включим, наверное, включим Тараса. Кстати, этот парень вегетарианец. Он не ест мясо. И помним, да? Тут стебное видео. Крафтик ешь мясо. Ну вот сейчас Крафтик может, наверное, сделать видео в ответ. Нави. Нави, не ешьте мясо после предыдущего матча. Минус от Хаоса. 3 на 3 ситуация. Смотрим за Ромой. Он подсаженный на Б. Ну и что дальше? Так, кто умим будет с ВП играть? Ну, здесь много ВП в команде. Поэтому тут на каждой карте свое ВП. Ну, в любом случае, ВП будет Фокс. Ну, а дальше Эдик, скорее всего, будет и Хек вот еще юзать ВП. Да, и Досим может тоже. На Б прошив хороший от Ромы. Остается Тарас Крафтик 1. И подсадку не вообще завтыкал. Крафтик падает Рома сверху. И ставит еще в падении хэдшот. 9-6. Ну, это лучше, чем 10-5. Однозначно. Но, тем не менее, в атаке спрей-н-прей сейчас выиграли на нюке. А мы видели атаку команды Мим до этого матча с ЮССР. И мы понимаем, что шансы у Мимов сейчас очень невелики. И им нужно как-то настроить себя на первый раунд. Потому что если сейчас плотно начнут спрей-н-прей, там где-то 3-4-0, то, наверное, их уже будет не остановить. Привета во время матча не передаю. Можно забанить сейчас. У кого из игроков самый лучший конфиг? Это, конечно, вопрос из серии... Ладно. Не буду. Не буду гадости говорить. Фраг-экзекьютор с 13-4 выигрывают у Universal Soldiers, кстати. Параллельно. Спасибо. Ну что ж, что будут делать спрей-н-прей? Зашли внутрь планта, будут принимать. Как делали, это ЮССР. Хаос, Шара и Крафтик. Ну, ЮССР это делали на оружии. Ну и на пистолетах. Кучер. Где Кучер вообще? Куда он смотрит? Мне интересно. Улицу смотрит из девятки. Ангел у нас, вот видите, тусуется на Б1. Сейчас на себя очень много берет капитан команды спрей-н-прей. Ну и смотрим за развитием событий. Хэдшот кто-то получает. Ангел. Ангела шлепнули по голове. И все. На него трое выбегают. Ангел вниз уходит. Разбивает стекла. По-любому. И остается... Ой, уйдет. Уйдет. Нет, Диггл сзади стреляет. Делает ноги стекла разбиты. Не забывай. Делает минус. Ну, хоть одного забрал. Диггл Эдика неплохо там дает сейчас. Страшно. Шара опасен. Шара опасен. Минус от Тараса Крафтика. На хлпе Кучер и Крафтик летят на помощь. Убивают Хаоса. И Шара уже вылетает на точку. Он просматривает план. Разошлись по сторонам Умы. Вот я сейчас покажу Фокс. С одной стороны Эдик на стекле. А где Доси? А Доси на Апленте. Вообще Шара ищет Доси все это время. Вот он Доси. Упал в канал. Сейчас дает инфу в канале. За ним. За ним Шара на шифте. Не туда. Вот же он был. Да как не повезло Шаре. Ого. Берут. Берут Мумы. Хотя еще не берут. Но вот все. Взрывается бомба. Доси не даст сейчас ничего сделать Крафтику. Был. Вот все-таки Шара был ключевой. Шара не угадал направление Доси. И Доси тоже знал, что за ним шел Шара. Это был ключевой фраг игры. Если бы Шара убил. Все. Раунд был выигран. Ну что. Молодой опыт. А еще наберется. Ничего страшного. Ну а Мумы подарили надежду для российских болельщиков. И сейчас будут пытаться делать камбэк. Они взяли пистолеты. Вот теперь уже все немножечко перед. Наверное для команды Супрэнт Пре оттягиваются на первый оружейный раунд. Два Эка они должны сейчас сыграть. Сравняется счет в матче. Ну и уже посмотрим, как будут атаковать мим в этом матче. Хаус делает минус. Хотя может быть выиграна Эка. Да. Не стоит про это забывать. Один Фокс сейчас там держит девайс возле будки. Остальные выходят на рампу. Ой-ой-ой. Шара выбивает Фокса. Есть два девайса у команды Супрэнт Пре. Пять на три. Ситуация. Это Эка. Два Галила мы видим. Есть инфа у Ангела. Есть инфа у Хауса. Под девяткой двое вот инфа пошла. То есть нужно вернуться на точку А. Посмотрите. Поднимаются в девять двое. И где? А в каналах будет два Галила. Нет, один в канале. Вот второй Галил принимает с улицы. Ребята, хватит, пожалуйста, меня спамить вопросами сейчас во время трансляции. Там кто гейм с АВП у УССР. Хуч гейм. Минус от Ромы. Минус Рома красный. Доси 75. Шара и Кучер живы. Ангел живы. Но как-то не спешат. Бомба стоит. Тут нужно что-то думать. Будут ли или нет идти. Шара хочет ворваться. Вот я чувствую, как он уже просто на старте. Два Успа в девятку. Там есть девятки Эдик. Сейчас будет. Минус от Эдика. И Шара, наверное, никуда не идет. Даже решетку не разбивает до последнего момента. Вот только сейчас ее разрезал. Но бомба. Можете его прибить сейчас. Нет, все нормально. Сохраняет Галил. Шара. И это добавит интереса к следующему Эко. Восьмой раунд для МВМ. Ну, с трудом они взяли этот Эко. С трудом. Спрашивают, могут ли мы собраться сейчас. Ну, я же не этот. Не Ванга, друзья. Вы сами все видите. Вот вообще. В контрстрайке, в компьютерных играх очень важно. То, чтобы игроки делали все сами. И вот те игроки, которые делают все сами. Там придумывают себе тактики. Тренируются. Очень сильные. В моральном плане. Те и выигрывают. Поэтому. Сами думаете. Вы же точно так же видите ЗКС. Смотрите, как и я. Причем ТАФа человек, который не играет активно. Всякие гадости могу вам наговорить. Так. На улице МВМ. Сейчас четвером проходит. Пятером. Там и ДОСЯ. О, как у меня лаганула мышка. Ненавижу КСАЙ. Валевая закупка. Валевая закупка за счет девайса от Шары. Минус 2 от Ангела с Фамаса. Ну вот мы и увидели Ангела с этой пушкой. Минус от Шары. И ситуация... Минус от ДОСЯ. Минус от Фокса. 2 в 3. Не так еще. ДОСЯ 13. Фокс 16. Братья Столяровы. Столяровы как-то правильно. Вот так вроде бы. Красные. И остается у нас... Остается у нас 2 битых игрока против троих. Крафтик сотый. Ангел 6. Хаос 95. О боже. Тафа, закажи Валерчика. Ну, наверное, пора Валерчика заказать до Сента. Давно, кстати, его не видел. Смотрим за мумами. Вот они по-прежнему на улице. Вообще боятся даже шевелиться, по-моему, парни. Вот есть план у Фокса. Что делают с Прэнт Прэй? Ангел смотрит длину. Хаос смотрит под девяткой. А Крафтик в будке. Прячутся так же. Все игроки попрятались. Сейчас кошки и мышки. По-моему, кого-то увидели сейчас... Ну, услышали калаш на улице. Это сейв. Сейв от МИМ. Два калаша будут засейвлены. И десятый раунд для Спрейн Прэй. Все-таки не сравняли счет мумы. Да, жестокие Спрейн Прэй. Сегодня они мне нравятся больше всего. Они, если на прошлой неделе они могли там с трудом играть с командами, которые находятся в нижней части таблицы, то на этой неделе команда ломает Na'Vi и сейчас выигрывает у МИМ. И еще если они сегодня Спрейн Прэй выиграют все три матча, это будет ого-го. Но я уже говорил многим, что сегодня решается судьба в Intel Challenge для Спрейн Прэй. У них игра Na'Vi, у них игра МИМ, у них игра TSM Gaming из Дании. И вы понимаете, насколько важны все три результата. Во-первых, забрать очки у основных конкурентов. Во-вторых, получить себе очки. Ну, внимание на экран. Внимание на экран. Смотрим Досина с коллег, Хекс, Деглом, два Калаша, Глок. Ну и очень-очень вялые девайсы сейчас у Спрейн Прэй. Вот вы не забывайте, они играли волевую закупку. Фамос и Галилы, по-моему, нет. Но вот Галилу брал сейчас шара. Выбили из него, точнее, в предыдущем раунде. И минус от шара на улице. Да, этот парень очень красиво и очень хорошо стреляет. Вот мне очень нравится его игра. Ну, еще опыта ему набраться и будет страшный монстр. Еще умудряется там быть царем в линейке параллельно. Хотя не знаю, как это можно совместить. Вообще, реально ли это играть в онлайн-игру и еще играть в Counter-Strike. И то и то живет все время. Но у шара это получается. Он просто живет киберспортом. Вот сейчас не очень хорошо, но ушел зажим его. Я много сегодня видел таких моментов, когда многие топ-игроки садились на пятую точку и давили. Шара уходит. Он не ведется на такие моменты. Дося, но этот уже признанный Аймер снимает сейчас шару. Проходит по улице. 57 кп, 3 в 4. Миншин свея минус от Ангела. С Фамосом снова Ангел. Очень жестко стреляет с этой пушки. Вы видите, что происходит. Все. Ангел, как просто в начале 2009-го, в конце 2008-го, в своей форме находится. Прошлый год был провален. Паузу кто-то нажал. Отжали. И один Эдик остается. Один Эдик. И очень важная была сейчас, по-моему, раунд для Spray and Pray. Ну что, увидим. Ну, Эдик уже сейвит калаш. Очередной сейв в атаке. Одиннадцатый раунд в матче для команды Spray and Pray. Они сегодня нереальны. Они сегодня нереальны. Что происходит с мимом? Объясните мне. FX выиграет у US. Сейчас было польское дерби. 16.6 пишут в нашем чате. Спасибо игроку, человеку с ником смайлик равно бэкслэш. Ну, это все хорошо. Польша тоже была. Сегодня дерби у нас и российское, и украинское, и польское было одновременно. До этого мы видели прибалтийскую дуэль. То, что происходит сейчас на сервере, я бы назвал просто резнёй. Очень серьезно и открыто играют обе команды. Жесткий КС. Шара на улице. Здесь снова один калаш и глоки проходят. И сейчас очень важен шара. Хаос делает минус. Скорее всего, хаос прошил сейчас улицу просто с Аплента. У меня другого объяснения этому моменту нету. Шара на улице. Тут еще Кучер уже дал минус с восьмерки. Выбивается Плант. Минус-минус от Шары. Минус два. Минус два от Кучера. И это уже 12.8. Spray and Pray продолжают сносить всех подряд сегодня. И МИМ могут потерпеть на сегодняшний день второе поражение. Выиграли Варавилл. Проиграли ЮСССР до этого на Нюке. И сейчас могут проиграть Spray and Pray на этой карте. Spray and Pray выиграют у Na'Vi. И могут выиграть у МИМ сейчас же. Но еще вечером датчане включатся в чемпионат. Уже со следующей карты мы увидим МИМ-TCM. И после этого Каспер должен захватить игру TCM в Spray and Pray. Это будет очень поздно. В час в Москве, в час ночи и в полночь по Киеву. Что сегодня просто переворот какой-то в мире. Контр-страйка решили устроить. Украинцы зажми и молись. Минус от Крафтика. Снова непонятная закупка. Вот калаши деглы у команды МВМ. Я не понимаю вообще, что они пытаются сделать. Пытаются, видимо, волевые раунды взять. Но не получается. Попадают все Spray and Pray. И в этом, наверное, самая большая проблема команды МИМ. И вот видно, что хотят играть Spray and Pray. Вот перестали дебильничать и играют в классный КС. Вот это вот одно удовольствие смотреть за командой, которые играют. За игроками, которые играют не на фраге, не на беготню. А они кайфуют от того, как играть в команде. И как выигрывать в первую очередь. Возможно, это будущее суперзвезды мирового Контр-страйка. Но за один день, конечно, звездой не стать. Тут нужно работать, работать и работать над своей игрой. Плюс есть у всех реальная жизнь. Нужны деньги, спонсоры. Парни не молодые, кроме шары все. Поэтому для них все сложно. Если Амиран сейчас им поможет. И другие добродетели. Амиран в роли менеджера, а сами в роли спонсоров. Ну, не знаю. 13.8. 13.8. Время покажет, в общем. Кто прав, кто виноват. У МИМ еще один полубай. Точнее, вот сейчас уже действительно это эко-раунд. Три раунда извращения какого-то происходит. И мне кажется, что... Что это жесть. Став, привет. Как-то мы Мэкстрист или майор. Нормально. Эдик. Ну, я сейчас его убью. Тоже он тут стреляет с Глока. Его слышали. Сейчас просто придет кольт и минуснет. Ангел с Фамаса. Ангел не меняет девайс раунда 3 или 4. Я говорю, что он умеет играть с Фамасом. И он сейчас, по-моему, решил тоже не брать кольты и играть в защите с этой пушкой. Она дешевле. Экономика лучше у команды. Хотя, наверное, просто его не выбивали. Это тот самый Фамас по-прежнему. 14-й раунд у Спрейн Прэй. Друзья, кто бы в это поверил сегодня, что будут избиты и Нави, и МИМ. Я не знаю. ТАВ почему-то не любишь к САИ. Потому что у меня вот уже второй меняется за последние две недели. Все-таки оптика пока что лучше лазера. Я пришел к выводу. Минус от Эдика. Минус Ангел. Хотя, все-таки, мышка неплохая, поэтому не слушайте старого. Творчуна. Мимо продавливают. Продавливают. Сейчас неплохо рампы. Иду дальше. Посмотрите, какие быстро играют российской команды. И вот сейчас все-таки должны они взять раунд. Смотрим кучер на длину. Шара на А по-прежнему. Крафтик пытается залезть в канал. Но уже понимают Спрейн Прэй, что этот раунд, скорее всего, не взять. Но еще есть хаос в канале. Поэтому подождем. Вот минус крафтик. 5 на 3. Увидели хаоса в трубе. Он делает минус. Бомба поставлена. Минус от Ром из плента прошивает он трубу. Шара сейчас может справа снять. Нет. Да. Я говорю, вот видите, как он устреляет. Другой бы уже не довел обратно прицел. Он увел, навелся, убрал. Довел, убил. Кучер дает минус. Фокс, Дося. 2 на 2. О, боже. Что сдают Спрейн Прэй? Закрывают дымом. Кучер минус дыму. Лучший игрок против Нави. Лучший игрок матча. И Фокс пытается пробить сейчас. Дефуз прошел. Сейчас Фокса заспреет. Фокс засейвит тебе, наверное, свою пушку. И все. 15 раундов у Спрейн Прэй. Вы понимаете, что сделали только что Кучер и Шара? Они просто разложили ситуацию 2 в 4. Тафа жалко было давать проспоренные деньги. Еще не отдал. Думаю, будет не жалко, а весело. Все нормально. Это же... Это же... Это же Визи. Мы с ним любим делать ставки. Как и с Ломоботом. Так. Друзья. Что можно сказать? Еще один раунд. И Спрейн Прэй обыгрывают мим. Минус от Шары. Прошивают крышу Мумы. Сейчас Рома заходит на 0. Пытаются прошить план. Эдик с АВП на улицу снимает Кучера. Чуть не убили Шара. Хорошая хаешка. 21 хп у Эдика. Эдик пытается... Вот Дула торчит. Ну что? Дернул. И Хек добил. Повезло сейчас. Я Шара рассчитывал на то, что выстрелит Эдик и выйдет. Сразу добьет его. Что останется сколько-то хп. Но там был рядом Хек. Прыгает немножечко ХЛТВ. Минус Фокс от Крафтика с будки. Падает. Там Плант. Эдик идет по улице. И там за углом, по-моему, есть Ангел и Ангел. Да. Просто куча крови брызжет. Просто кровь по всему ящику. Это взорвалась голова Эдика. И... Минус от Ангела. Посмотрите, как сегодня стреляют Спрейн Прей. Да. У меня нет слов. Минус от Хаоса. Победа Спрейн Прей. 16-8. Двойное преимущество матча против Мим. Мим проигрывает второй Нюк за сегодняшний день. И следующую игру, которую мы с вами посмотрим, как только Мим доиграют все эти оставшиеся раунды. Это будет игра Мим против Датчан. TCM Gaming. Друзья, готовьтесь к трансляции. У нас небольшой перерыв. Минут 15. Я скоро вернусь в эфир. Спрейн Прей сегодня творят чудеса. Я думаю, вы со мной согласитесь. Очень классная игра.